так ну вот я снова подсоединилась я надеюсь что вы вернетесь что вы никуда не убежали так хорошо замечательно так я рада вас снова видеть мы с вами видите тема большая и при всем том что я старалась как-то уложиться в этот наш с вами в один час с этой темой мне это не удалось ну и ничего страшного можно всегда как говорится повторить сделать без поэтому мы с вами пообщались да рада что вы возвращаетесь из вновь подключаетесь к эфиру мы с вами сейчас направимся в сикстинскую капеллу ой спасибо спасибо вам огромное сейчас нас ждет микеланджело наш самый любимый самый невероятный ну один из самых любимых конечно же вот и вот она сикстинская капелла видите с босхом мы с вами находились ну скажем так в начале 16 века во всяком случае по мнению большинства экспертов 1506 год кстати 1506 год это микеланджело уже успел создать своего давида успел уехать из флоренции оказаться в риме и получить от юлия второго заказ на потолок на роспись потолка сикстинской капеллы в 1507 году начнет над этой капеллой работать на под над потолком завершит где-то к двенадцатому году ну в общем то он вернется в эту капеллу вот мы с вами смотрим на страшный суд в тридцатых годах 16 века 1534 году и будет здесь работать до сорок первого года это уже не молодой микеланджело он возвращается и представьте себе да его вот наверное эту эмоцию он заходит сикстинскую капеллу над головой творение его рук когда он был совсем еще молод ему было чуть больше 30 лет от роду и после карантина поедем вместе в рим и в музее ватикана поедем мне кажется я вообще домой не буду возвращаться очень долго после карантина конечно так вот микеланджело возвращается в эту сикстинскую капеллу и там будут происходить большие преобразования заказ на страшный суд кстати поступал еще от папы медичи от папы климента седьмого но климент седьмой кстати микеланджело приезжает в рим и климент седьмой буквально там через несколько дней умирает но следующий папа который пришел ему на смену это павел третий папа фарнезе из семьи фарнезе он ему подтверждает заказ и микеланджело начнет трудиться над страшным судом что делает хулиган микеланджело так я сейчас отключу снова комментарии ненадолго чтобы вы могли наслаждаться этим пусть небольшим но все-таки изображением страшного суда микеланджело видите что творит наш хулиган помните джотто да который взял убрал регистр и объединил все в единую в единую ну в какую-то уже такую единую картинку хотя структурированную по горизонтали микеланджело говорит так нам это все не надо нам не нужны здесь по обе руки от христа сидящие в ряд апостолы да на тех тронах двенадцати колен израилевых это нам все не нужно и он задает совершенно другой ритм совершенно другой другое движение своему страшному суду конечно его будут страшно критиковать вы наверное наверняка эти все эту историю слышали хотя бы там хотя бы немного хотя бы краем уха он получит по голове по шапке за то что слишком много обнаженных тел что это прямо непригодно непристойно все свои весь свой стыд в таком месте посвященном господу показывать да как потом выразиться папа пи пи 4 но неважно это будет потом микеланджело начинает работать это гигантской стеной и он под что он вот главные до моменты которые на которые нам надо здесь обратить внимание он отказывается от размещения вот такого симметрического размещения да по горизонтали он в центре размещает христа и здесь уже у нас не мандерла видите а тогда там сияние за крест за фигурой христа христос обнажен он не восседает на троне он не одет в белой одежду не одет в золотистой одежды как например у рублёва да он светится золотым светом здесь обнаженное сильное такое героическое человеческое тело это герой и исчезает также очень важное в традиции в иконографии вот это деисусное изображение когда по обе стороны от христа всегда находится богородица и ну часто в страшном суде у нас сидит иоанн креститель рядышком иоанн предтеча здесь он не не сидит по левую что по левую руку от христа он стоит отдельно ему покажу а рядом с христом богородица которая вы так прижалась к сыну рукой так так интересно видите так и загнулась смотрит в сторону смотрит на души спасенных приближающихся чтобы получить то вот этот свой доступ в рай так скажем здесь я вот сохранила одну один из подготовительных рисунков микеланджело я очень люблю вот эти черно-белые до работы когда художник готовится к основному труду над фреской и в общем-то эта фреска от микеланджело конечно потребовала невероятной работы он на это у него ушло примерно 450 рабочих дней то есть то знаете фреска пишется по дням делится на дни то есть сколько можно расписать за определенный до за один день вот 450 дней работы но это не означает что он работал на дне 450 дней потому что смотрите работа шла с 36 года вот непрерывно до до 41 дать практически пять лет жизни микеланджело на эту фреску ушло и и верхней части в люнетах да вот надо христом вот сверху слева мы видим ангелов несущих крест то есть это у нас инструменты нам очень мучение мученичества христа крест на котором он был распят и ангелы впереди летящий впереди несут терновый не венец несут гвозди в общем-то все то через что христос прошел во время страстей христовых вот они эти ангелы посмотрите какое какое чудо какая динамика какое движение эти развивающиеся на ветру волосы то есть тут можно конечно вглядываться всматриваться без конца вот они опять же эти ангелы посмотрите на эти глаза посмотрите вот это невероятная выразительность этих лиц и с другой стороны до симметрично тоже опять же ангелы несут колонну колонну которой христос был привязан до когда происходило бичевание христа вот это та самая колонна вот он вот этот ангел вот мой любимый просто влюбиться можно в этого в этого ангела прям летит вот так вытянув руку вперед героически парит в небе и вот он христос которому направлено все это движение сверху до христос запускающий страшный суд такое скульптурное изображение да видите микеланджело скульптор да он скульптор когда он пишет когда он живописец и он когда он ваяет он он же он становится живописцем у него вот эти два его искусства переплетаются да знаете помните незаконченные работы микеланджело когда вот этот мрамор окружающий выходящие из него скульптуры рождающиеся из него скульптуры он же его никуда не убирает да незакончены микеланджело ские работы они становятся вот этой средой в которой это рождающиеся не до неродившаяся скульптура до конца так и живет его живописные изображения они невероятно скульптурно не объемны он он ваяет кистью вот смотрите изображение в более широком более широкий диапазон да мы видим что по кругу вокруг христа движутся вот эти здесь у нас присутствуют апостолы но кстати они не изображены канонически вот каждый апостол со своей книгой рядом с христом рядом с иисусом нет некоторых мы можем узнать некоторых здесь вообще можно не признать они не присутствуют и вот те которые наверное такие самые известные которых нельзя не показать это у нас святой варфоломей с кожей да вы знаете что его с него содрали живьем кожу и вот он свою снятую кожу и нож в руке держит вот показывает как он умер да какая была мученическая его смерть и вот в этой снятой коже мы видим вот видите чтобы деформированный портрет авто портрет самого микеланджело ну вот так так считается что микеланджело вот так изобразил изобразил себя дальше смотрим это святой лоренцо сан лоренцо святой лаврентий которого тоже можно узнать он держит решетку в руках дальше решетку на которой его поджарили поэтому вот только некоторые святые здесь изображены со собственными атрибутами поэтому мы знаем точно знаем кто они здесь у нас просто хочу вам показать вот это скопление человеческих тел люди подающие друг другу руки это эмоции это движение это способность вместить огромное количество разных фигур в движении в динамике во взаимодействии друг с другом и придать вот этому всему какой-то общей космичность общую динамику это вселенское движение да здесь у нас святая катерина александрийская и святой сан пиаджо их интересно что вот этот образ очень критиковали в частности пум папа сам папа пи четвертый сказал что это за непристойности святая катерина так так нагнулась это в общем то надо убрать закрасить но вы можете сами продолжить да то есть папа увидел вот такой вот похотливая непристойная для сикстинской капеллы изображение слава богу не тронули в общем то кто да кто что хочет то что тот то и видит одной кстати самых прекрасных вот этих пар посмотрите цветовое решение зелено зеленое это переливающиеся платье святой катерины стоящий за ней святой в красных одеждах они оба оборачиваются смотрят на спасителя и дальше ниже уровнем ниже у нас как раз у ног христа поряд ангелы апокалипсиса они трубят в свои трубы открыто раскрывают книги и ведь они эти книги раскрывают и направляют вниз а там внизу у нас восстающие из мертвых души которые будут возноситься и вы знаете конди вида вот один из первых первый биограф микеланджело он писал они так держат эти книги чтобы поднявшиеся наверх воскресшие сами свою жизнь прочли и сами оценили достойны они рая или нет это я вам цитирует не я придумала вот и рядышком начинается вот этот ужас смотрите тут наверное комментарии излишне это душа человека который он приподнялся над своей могилой и дьявол его хватает и тянет его в ад нет говорит ты товарищ крисе ты грешил тебе в раю место не будет и вот трубы как раз рядом с ним да вот этот страшный трубный глаз отправляет его в ад дальше мы видим ведь ниже в нижней части фрески мы видим вас крест воскрес воскресающих возносящихся вверх смотрите невесомые эти тела это не невероятно смотрите некоторые из них практически прозрачны да они еще не обрели тело они еще не обросли плоти мы не знаем какой плоти мы обрастем когда будем возноситься туда на на суд господу но вот видите они они все находятся находятся на разные стадии осознания что их сейчас ожидает а здесь в углу посмотрите юморист микеланджело посмотрите как он показывает этих дьяволов которые уже ждут нет ну сейчас сейчас вот они форму свою обретут а мы их раз и утащим утянем в ад вот посмотрите здесь разные вот такие вот ипостаси до разные образы человек уже обрет че тело скелет и душа душа такой прозрачный возносящийся которая где-то там вдалеке пытается вознестись на небо вот они ангелы тянут просто тянут за ноги это праведника тянут за ноги доходит хватит уже лежать давай в рай пора поднимает их наверх и здесь у нас хорон которого кстати писал я показывала вам его фресках синьорелли так вот он наш без хорон который бьет веслом всех нерасторопных грешников и здесь уже у нас цитата не из апокалипсиса иван богослов никаких хоронах ничего не говорил ничего не писал это мифический персонаж это миф это персонаж которого вот туда к воротам ада вот к на реке стикс его помещает данте алигери вы знаете что данте был любимым в общем то даже не только любимым поэтому микеланджело он был его не знаю вот звездой его ориентиром его бесконечной любовью его его вот этим желанием как был бы я как он был бы я как данте я об лучшей доли себе и не желал да он пишет своих сонетах который посвящает великому поэту он его цитирует видите божественная комедия она вступает уже в иконографию и в наш мир на в наше мировоззрение когда мы думаем об аде образы которые рождают нам наше воображение наверное чаще всего для многих из нас это образа божественной комедии даже если мы божественную комедию на память не знаем как знал ее микеланджело до микеланджело мог цитировать большие фрагменты на память не заглядывая никуда ни в какие тексты и мог комментировать и объяснять вот он харон в интерпретации микеланджело ну не милейшее существо согласитесь вот выпучены его огненные глаза которые он вращает в орбитах и смотрит на доставшихся доставшийся ему душ души грешников и в нижней части опять же этой самой фрески вот это прекрасный тоже юморист микеланджело это минос то царь минос видите змей до который хвост его змеи хвост который оборачивается на обволакивать своим хвостом грешников у данте до в божественной комедии история сколько раз хвост обернется столько вот в такой круг а до этой душе и направляться в лице миноса так говорят микеланджело изобразил человека приближенного папе звали его биаджо боже мы забывали эти все имена ну неважно он в общем-то занимался организацией всех церемоний всех служб для папы да и он попритиковал микеланджело за то что горит ну красиво ты нарисовал то что ж это здесь так много голых этих обнаженных тел непристойно это все микеланджело изображает его портрет в виде миноса видите минос со слинными ушами да и кстати это тоже аллюзия еще на иконографию так изображался царь мидас до со слинными ушами то есть тот который не слышит истины тот самый который прикасался к чему бы не прикоснулся превращал это в золото здесь вот у нас сливаются две разных иконографии то у тебя слины и уши и посмотрите змея кусает очень немилосердно кусает миноса и самого вот этого как же назвать его этого организатора церемонии папы римского за самое интересное место вот вот так микеланджело отомстил так до наших дней дошел портрет этого человека не надо было микеланджело критиковать в общем-то страшный суд микеланджело он стал вдохновением поколение 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 других художников этот страшный суд видите обратите внимание молодой христос без бороды до безбородой микеланджело за это получил по голове такого же безбородого христа молодого красивого напишут в своей картине караваджо караваджо у нас с вами была речь последние три эфира мы о нем говорили и опять же получит по голове от сильных мира сего за то что христа нарисовала без бороды вот так вот не очень традиционно микеланджело меризи караваджо микеланджело бонарроти вот два два гения и микеланджело меризи конечно же восхищался и не мог не знать и не любить творчество своего великого предшественника так что вот она наша страшно наш страшный суд и дальше потом как-то в истории искусства вот этот сюжет страшного суда он будет возвращаться несколько реже у нас смотрите да это 16 век у нас уже родилась протестантская церковь конфликты реформация контрреформация дальше 17 18 век придет наступит эпоху эпоху просвещения в эпоху барокко уже не так сильно мы будем возвращаться к теме страшного суда вот одну картину которую я хотела вам быстро показать это 17 век вот он наш наш любимый обратите вы наверное можете можно узнать даже без комментариев посмотрите на тела вот наших благословенных спасенных направляющихся в рай это питер поль рубинс конечно такие массивные такие полные жизни женские кстати в основном не только женские но те женские тела они отличают живопись рубинса вот это его страшный суд это большая большая картина и здесь вот он в 17 веке рубинс помните рубинс и мы говорили он ведь в начале 17 века приезжает в 1605 году он приезжал в рим вместе с герцогом мантуи гонзага и они закупали картины для его коллекции собирали картины рубинс ходил в секстинскую капеллу он видел все чем рим мог удивить и поразить в живописи в скульптуре он это все увидел он видел страшный суд микеланджело и это вот уже позднее написанная работа так или иначе все-таки вдохновленная динамикой движением великого бонароти дальше что я хотела еще вам показать прежде чем мы с вами расстанемся я хотела сделать скачок во времени придется так не милосердный очень скачок так что простите меня пожалуйста но мы будем как мы будем прыгать и мы прыгнем в 19 век это уже не совсем тема страшного суда хотя близко потому что это врата ада агюста родена это великий замечательный прекрасный скульптор влюбленный в искусство микеланджело влюбленный в данте который также читал перечитывал божественную комедию жил в 1865 по моему году он начал заниматься в нет 85 простите вру обманула 1885 году начинает работать над этой композицией бронзовой и будет работать до конца жизни до 1917 года да пока он не умрет там вот и мыслитель до думающий сидит над вратами ада в размышлениях и мыслях и тут присутствует вся вот эта дантовская символика и дальше я уже хотела совсем наверное вас а здесь у нас вас нецов виктор вас нецов его страшный суд вот прыгнуть в двадцатый век начало двадцатого века это 1904 год так если я не ошибаюсь по моему до 1000 4 вот это опять же видите какая удивительный какой образ насыщенный где-то здесь у вас нецова неожиданный правда для для вас нецова образ где мы видим и элементы западной живописи до цитаты западной иконографии и отсылки к андрею рублеву и к русской иконе и к скульптуре в нем как-то вот видите русский человек он если может в себя вобрать все он в берет все возьмет берет пропустит через себя и выдаст просто синтез то вот всего того что было до него вот в таком вот ярком насыщенном произведении ну и чтобы нам совсем с вами стало интересно раз уж мы прыгнули в двадцатый век есть был прибыль и есть прекрасные работы это не совсем страшный суд но перекликается да как бы мы не хотели они перекликаются это наверное может узнаете наталья гончарова это ангелы которые бросают камни мечут камни на город да вот видите тоже такое полик апокалиптический эсхатологический сюжет ангелы которые уничтожают все что присутствует на земле и и цикл который она написала которая на котором она посвятила вот несколько работ до посвященный война первая мировая война 1914 год как всего проживаемая до художница такая вселенская трагедия да это ангелы и самолеты и вот эти солдаты отправляющиеся на фронт на войну внизу солдаты и над ними вот эти ангелы да вот такой тоже какой-то апокалиптический сюжет и последнее да уж совсем сейчас мы выйдем с вами из классической какой-то привычной нам религиозной иконографии василий кандинский страшные его работа на тему страшного суда в них надо бы взглядываться долго и рассматривать и желательно в живую и лучше подойти поближе отойти подальше провести с ними какое-то время вот это ангел страшного суда кандинского его тоже его работа непосредственно то на ее мы называем страшный суд 1912 год и здесь композиция номер 7 которую он не назвал страшным судом василий кандинский но вот искусствоведы специалисты видят в ней все этапы да которые привели к страшному суду от сотворения мира в левом верхнем углу вплоть до грехопадения и самого апокалипсиса вот такой у нас с вами экскурс я включаю снова комментарии вот так что вы мы с вами промчались от римских катакомб за 1 час и 20 минут примерно до начала 20 века так что я надеюсь что путешествие было вам интересным что мне удалось как-то дать вам почувствовать вот этот ход времени смену мировоззрения до смену веков и вот историческая да вот историческая ситуация которая подталкивала и которая порождала в художниках то вот новые образы которые они передавали вперед нас поколение в поколение и вдохновляли тех кто приходил после после них вы знаете спасибо вам огромное тебя посмотрю ой спасибо огромное очень вам благодарна рада что вам было интересно вот если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте вы знаете я провела с этими с текстом я кстати думала цитировать вам апокалипсис более подробно но как-то в мою мою эту речь он как сегодня не влился не ввязался вот в некоторых только моментах поэтому от нас сосредоточились с вами на визуальном ряде да но мне хотелось именно чтобы вы вот почувствовали и увидели краски символы именно иконографии чтобы просто вот даже такая вот насмотренность появилась да если вы каждый день не общаетесь с этими произведениями что вывод сквозь них промчались прожили их до пускай за полтора часа но вот как можно более интенсивно если у вас есть вопросы пожалуйста можете еще задать меня еще пока мальчишки мои не не забирают не зовут на следующей неделе нас с вами будет о прокандинского бы эфир ну почему бы и нет кстати современному искусству я еще никогда ничего не посвящала видите моя как бы такая по хорошему зацикленность на моей эпохи ренессанса и на средних веках в силу профессиональной деформации что ли почему бы и нет кстати можно я запишу у нас на следующую неделю запланирован кажется я проверю эфир о джан лоренцо бернини скульптуре эпохи барокко вернемся с вами в эпоху когда в общем то еще даже жив был и и и караваджо и в общем то посмотрим что творится в эпоху момент контр реформации время и посмотрим на скульптуру уже не на живопись рекомендуйте пожалуйста книги на эту тему на русском языке смотрите знаете я конечно пользовалась тут большей частью ресурсами которые мне тут доступны на итальянском не ожидал увидеть рублева но даже ему рублеву как же не найти место да вот надо бы мне вообще посмотреть потому что я много конечно что вынуждена брать и из интернета фильтруя конечно же информацию там с моя смотрела статьи и в общем то то что я вам рассказываю я пропускаю через себя то есть мало тут как-то кого-то цитирую то есть вот ну вот то что у меня подручные кстати мои такие вот издания которые мне помогают вот именно в подготовке эфира потому что это все-таки очень хороший синтез это издание ташин или ташин по-русски то произносим у меня прекрасная книга по босху который я очень люблю которая просто прекрасный справочник великолепного качества изображения то же самое что относится к микеланджело книги просто большие книги до университетские издания по истории искусства для общего контекста вот кстати по андрею рублеву всегда хороший совет да может быть банальный но фильм андрея тарковского андрей рублев глубже наверное вот понять творческий процесс и написание фресок и вообще создание произведению рублева мне кажется наверное не удалось никому в прошлом раз еще раз заехали во владимир видите как хорошо а вот мне очень стыдно я никогда еще в владимире не было я ни разу не видела эти фрески живьем представляете какое какая несправедливость про босха да вот видите боск кандинский ирвинг стон в книге муки и радости интересно описывал время когда микеланджело создавал страшный суд но ирвинг стон у него очень живой язык да он просто как-то очень кинематографично пишет они вот такие живые эти образы в движении он очень живо описывает даже тоже флоренцию до эпохи микеланджело когда он называет конкретно улицы конкретно места он пишет рисует этих персонажей которых ты просто видишь перед собой до дальше а микеланджело безумно интересно в контексте вот этого его своенравного противостояния сильными мира сего до микеланджело у нас непростой человек и кстати хорошо его ну на мой взгляд хорошо во многих аспектах раскрыт его персонаж вот именно его персона его личность неожиданно наверное немного но вот фильме кончаловского грех я сбегала этот фильм посмотреть два раза подряд вот на один раз посмотрела и через неделю буквально вернулась посмотреть его еще раз многим не понравилось что вот микеланджело сколочный мелочный какой-то изображен ну знаете микеланджело то был живым простым человеком ему были не чужды наши обычные человеческие страсти боли проблемы знаете когда он кстати писал страшный суд ведь он он упал он упал как раз когда списывал нижнюю часть фрески он упал со строительных лесов по ударил ногу и так расстроился что никого к себе не подпускал он заперся у себя дома не позволял даже себя лечить ушел в какую-то свою страшную депрессию в общем его друг в общем-то врач медик он вынужден был к нему влезать чуть ли не через окно через дом друзей к нему заходить чтобы его как-то поддержать и он остался с ним вот все дни как пока микеланджело болел он был рядом с ним и пытался его убедить в общем-то дать себя вылечить про босс хода можно можно подготовить эфир стал искать каталог про по синему всаднику он у меня в москве маш ну вот кандинский тема кстати да вот маша тут она же у нас искусствовед она гид в германии в аугсбурге у нас планируется совместный эфир посмотрим кстати почему бы нет маш может мы могли даже с тобой совместно поговорить о кандинском и поговорить о фуггерах которые мы которых мы хотели осветить да вот семья фуггеров в аугсбурге и семья медичи на вот две семьи банкиров могущественных и властных очень обширный материал до вас и и давать до очень обширный материал его конечно можно было бы целый подробный цикл лекций делать уйти в это все очень глубоко но это уже до отдельная тема лучшего рублеве не создана тарковского смотреть всем да конечно андрей арсенич было бы замечательно дюрери да ой сколько мне надо я запишу из комментариев сохраняться стоуна можно читать как путеводитель да да конечно юлик сохранить в ю тубе пожалуйста да я постараюсь я первый мой эфир который вот я вышла да и снова зашла он меня в телефон не сохранился но я постараюсь сейчас положить телефон и записать экран и тогда я смогу выложить вот такую запись у youtube пока эфир есть пока он крутится 24 часа я постараюсь его записать собственного экрана да чтобы не проводить его еще раз повторно недавно слышал хорошие слова справедливости порядок в аду а в раю любовь замечательно замечательно да наверное наверное так спасибо таня спасибо галя огромное огромное вам спасибо ну что же если у нас с вами вопросов больше нет если есть пишите я пока еще здесь то наверное будем потихонечку хорошая книга до антонио фурчеллино великолепная книга да она у меня она у меня есть тоже моим и настольное такое не на пособие что ли по микеланджело спасибо вас спасибо большое вот и конечно же да я вам напоминаю что я в эти дни помимо прямых эфиров готовлю еще довольно таки обширный материал вот так за полтора часа история флоренции вся история флоренции просто чтобы дать панорамное контекстное видение вот кому из вас это будет интересно скоро это все выйдет это будет доступно и я надеюсь мы с вами встретимся поговорить и о нашем прекрасном городе который сейчас пустую это ждет когда мы все в него вернемся ну что же спасибо вам огромное прекрасной вам субботы прекрасных выходных берегите себя время у нас непростое ну все это пройдет наполняем жизнь красотой тем что нас радует искусством и бережем себя и близких спасибо вам огромное всем всех вас обнимаю искусством пока пока